как поступить в вуз сша многие задаются этим вопросом но далеко не все доходят до реальных действий а это очень зря ребята а почему так происходит часто мы нас ограничивают всякие вот убеждения что ой нужно быть очень богатым либо очень гениальным чтобы ну нужно сразу же придаваясь на нобелевскую премию уже в школе чтобы поступить в сша ну давайте посмотрим в правде глаза это не так нужно делать делать быстро исследование как я попаду в сша как вы это сделаете с помощью выделения области в которой вы будете ну в будущем учиться и работать развиваться какую область вы выделяете как перспективную туда идите что у вас получается лучше всего ну вот там туда и туда и растите если это программирование или языки неважно но если вам нравится то вы в любом случае достигнете успеха это это ну если даже не сегодня то завтра потому что то что то что модно вы бросите уже уже через год и больше к этому никогда не вернете надоело скажешь не могу это вы больше делать но если вам это то нравится если вы воспринимаете так как хобби там или это было там ну вот как для меня например английский для меня там много десятков ну не ноги там больше десяти лет а для ба для меня хобби скорее ну мне интересно было все все как про откуда произошли слова там и все такое да там на и слышал слушал музыку но я не думал что я буду работать учителем английского а сейчас вот мой работаю бы ну меня прет мне очень нравится особенно когда студенты достигают успеха и я я знаю что реально вот мой английский помогает им поступать допустим в штаты и что-то меня занесло не в ту сторону я хотел вам рассказать как вы поступите в сша вот как вы берете одну из этих книг например вот номер один это the book of majors вот самая вот с краешку она стоит book of majors самое самое последнее вы можете взять в библиотеке не обязательно его покупать но здесь она будет стоить 1 долларов на 30 где-то ну стандартно 30-40 и там будут написаны вот все по всем университетам сша значит ну если это допустим астрономии то в каких университетах она изучается какие особенности программ то есть какой вы можете найти работу если вы если вам нравится астрономия и вы поступите на астронома да то какой кем вы можете работать потом уже после окончания этого универа какие то есть какие как вы можете понять что в выбор из вас будет хороший астроном если вам нравится допустим вот астрономия физика там еще что-то там то значит скоро что скорее всего для вас если вам нравится там языки там еще что-то то это скорее всего не очень для вас если вам нравится работать в лаборатории то может быть это вам подойдет то есть вот там очень много этих критериев которые дает вам дать вам подскажку а действительно это так вот мне же не нравится работать с людьми а больше нравится в лаборатории допустим и вот много таких фишек которые вам приносят идеи и многие студенты думают что вот конечно же я хочу учиться в сша но только в стэнфорде вот если не в стэнфорде то лучше нигде ребят давайте с максимализм я понимаю что он он есть у каждого человека в любом возрасте наверное да и вот мы все амбициозными да вот я там добьюсь успеха да там я защищу родину и так далее но давайте относиться к этому как ну более-менее ну это мечта да но но она постепенно становится целью постепенно мы там делим именно части понимаем как не идти и постепенно идем поэтому давайте все-таки рассматривать как как что-то ближе ближе к жизни потому что очень много очень много абитуриентов подается только вот эти вот топовые университеты а за каждое ну за каждую подачу нужно платить там 60 долларов по моему и ну что вы только будете в сэнфорд подаваться и больше никуда как же остальные тысячи университетов в сша вот тут тысячи знаете это все равно что как бы да я пойду в сша но пусть меня вас там возьмут президентом президент один простых американцев которые ну довольны счастливой жизнью их миллионы и и не жужжат поэтому если вы не если ты не будешь учиться в стэнфорде ничего страшного мир не перевернется но может быть и будешь и как ты узнаешь об этом ты узнаешь об этом одну из одной из этих книг например fiske guide to colleges то есть выбирай книжки на которых написано guide to college про каждый колледж там написано какой из них то есть как он себя позиционирует то есть они там там что-то там разрабатывают это например почему многие любят пен пенсильвания пенсильвания почему это считается research university то есть там на исследование выделяют деньги правительства и поэтому там очень круто что там какие-то вот новые программы или например почему круто учиться в silicon valley в кремниевой долине потому что также близко ну наса и там вот этот вот дух такой интерпретарь спирит то есть дух предпринимательства что у них там ну шальные какие-то деньги от правительства какие-то шальные там инвесторы но опять же это это большая ошибка когда мы только выбираем по бренду выбирай пожалуйста по программе то есть это должно быть выбираем вот area какая field field of style то есть какой такой вообще забыл как рассказать field какой то есть допустим если это астрономия затем мир даун затем более конкретно иди и уже выбирай ну из этого длинного ну из этого огромного количества колледжей выбирай список своих там я не знаю там штук 15 допустим и уже из них смотри что тебе больше по вкусу и подавайся в них и если в конце концов если у тебя даже 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 год на это уйдет этот research я думаю что за год можно выбрать себе опять колледжей не по бренду а именно по по программе почему именно этот университет чтобы ты сам смог сказать или смогла почему вот именно этот я хочу университет вот эти книжки помогут тебе в этом и потом когда ты ответишь на этот вопрос тогда все станет очевидным почему я хочу именно туда а уже потом ты ответишь себе вопрос как я могу это сделать путем сдачи экзаменов подачи документов получение грандовую учебу получение визы и покупки билета сша спасибо что посмотрели